Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Давно что-то мы не касались самой популярной сети под названием Facebook. Пора исправить эту оплошность. Тема может показаться примитивной, но далеко не все в этой популярной сети легко ориентируются. Я, кстати, отношусь к числу таких людей, и пока у меня не возникло потребности забрать отсюда пост для публикации на сайте, я даже не знал, а где собственно взять ссылку на этот пост. Вот, например, пост глубоко уважаемой мной Марина Александровна Разбежкина, которая запечатлела достаточно редкое явление под названием Гало. И хочу этим постом поделиться или даже встроить на сайт. Но именно как пост, а не просто фотографию. Как? Вот так. Встроить. Тут есть iFrame, но это пока опустим, а перейдем в расширенные настройки. Первое, что тут есть, это URL. Его мы нашли, а значит можем отправить кому-то ссылку или сохранить себе. А как встроить на сайт? Во-первых, можно эту ссылку и вставить на сайт, но через панель вставки. Тут есть несколько платформ, в числе которых есть и Facebook. Вставляем и получаем пост Марина Александровна в чистом виде во всю ширину страницы. Хорошо, но если мы хотим поколдовать с этим постом, ну то есть нам нужны еще и небольшие настройки. Есть ли запас для маневра? Да, и есть. Ну во-первых, мы можем уже здесь его чуть-чуть поднастроить. А во-вторых, более гибкую ссылку мы получаем здесь. Тут есть сложная схема через JavaScript, ее я не буду рассматривать и достаточно простая схема через iFrame. А вот код, копируем и идем на сайт. Нам его нужно вставить как HTML код. Ну или в настройках можете выбрать редактор кода, а не визуальный редактор. Вставили и получили тот же пост, но уже не во всю ширину окна. А значит, у нас тут есть настраиваемые параметры. Посмотрим, что. А вот ширина блока. А вот высота. Что получаем? А вот. Ширина тут 800 или менее, он все равно его поджимает настройками сайта. А высота именно 800. Просто так как поста не хватает, он добавил тут пустоту. Сейчас это станет видно, потому что мы можем тут изменить еще кое-какие параметры. Например border, то есть граница. Это уже SCSS, но параметр простой. Solid значит сплошная. А тут выставляем ширину в пикселях. 5. И получаем на сайте вот такую обводку поста шириной 5 пикселей. Ну то есть у нас появляется запас для маневра на сайте. Всегда хорошо иметь какие-нибудь дополнительные параметры, чтобы было что докручивать в случае необходимости. И раз уж мы разобрались с Facebook, посмотрим, что происходит со встраиванием постов, еще из-за одной популярной в России сети под названием ВКонтакте. С URL-поста тут все гораздо проще, не надо никуда идти. Пост открывается при клике по нему и вот тут мы можем взять URL. Но со встраиванием на сайт подобной ссылке Facebook уже возникают сложности. Здесь нет виджета для вставки из ВК. И ссылку эту он не опознает. Ну то есть оставляет ее просто ссылкой, что делать. Во ВКонтакте как раз ссылка для встраивания на сайт расположена в весьма нетривиальном месте. Я бы сказал, что методом логического тыка ее найти очень сложно. Нужно нажать на поделиться. И вот здесь есть закладка экспортировать. В которой также есть прямая ссылка и скрипт для вставки на сайт. Настроек здесь нет. Единственное, можно задать ширину в пикселях. По умолчанию стоит сто процентов, то есть во всю ширину окна. Но мы возьмем, например, пост в 400 пикселей. Копируем код для вставки и вставляем на сайт. Так же как HTML-код. И на сайте получаем вот такой пост из ВКонтакте шириной 400 пикселей. У таких скринкастов, кстати, есть один недостаток. Это нужно не сейчас, а когда понадобится, вы забудете, где вы это видели. Поэтому постарайтесь запомнить. Поиск в YouTube Вова Ломов. Пост в Facebook. А еще лучше подписывайтесь на канал, ну чтобы не забыть и любите друг друга.